МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мариупольском краеведческом музее устроена выставка работ краеведа Александра Бутта. Это виды современного Мариуполя, совмещенные с изображением этих же мест, но запечатленных много-много лет назад. Выставка состоит из двух частей. Одна из них – Мариуполь, оккупация 1941-1943 год. А другая – Мариуполь вчера и сегодня. В этом выпуске разговор пойдет об оккупации нашего города. Слово Александру Анатольевичу Бутту. Начиналось это давно. Когда-то попались открытки Мариупольского порта, дореволюционные. А так как я в порту отработал много-много лет, сегодня это более 40, то, глядя на эту открытку, я на одной даже понял, откуда снимали, хотя другие. И долго искал и нашел фотографию современную, это участка порта. А потом в компьютере сложив, и получилось очень-очень интересно. Мне это очень понравилось. И так пошло дальше это увлечение. Потом большое количество открыток дореволюционных также уже начал снимать город, начал снимать порт, участки порта, слаживать их вместе. И получились очень красивые. Потом встретил друга. Это Артем Винокуров, коллекционер. Человек, который также знает, любит историю родного города. И уже вместе с ним он имеет очень-очень неплохую коллекцию фотографий оккупации города. Следит за этим. Он заинтересовался. Ну и мы начали смотреть эти фотографии и искать, откуда немцы снимали. Потом, когда мы поставили эти фотографии на форумы, появились другие ребята, которые также очень любят, ценят и хотели бы знать историю родного города. И в переписке, а переписка всего мира, с Германии начали писать, с Хорватии. Вот, например, с Хорватии прислал фотографию один старый уже человек, который когда-то был в оккупацию здесь. И вот он прислал фотографию такую интересную. на форум поставил. И сказал, если вы мариупольцы, где это? И мы на следующий же день пошли, потому что мы поняли, что эти разбитые немецкие танки стоят на центральном рынке. А напротив, через дорогу, третье училище. Мы пошли сфотографировали, сложили, и я тут же поставил эту фотографию. Ну, приятно было читать очень хорошие, такие восхищенные слова, что, боже, ну, каждая черточка сошлась. И он попросил в личную переписку, написал мне, чтобы я написал ему электронный адрес и скинул эту фотографию в очень большом разрешении. Я говорю, я вам дарю ее. И еще потом присылал фотографии. Ну, к сожалению, сейчас уже более года он не отвечает, значит, уже все. Потому что тогда было уже за-за-за очень крепкие годы мне были. И с этими фотографиями у нас появилась уже большая группа людей, которые знают, знают, ценят и любят историю. Время немножко изменило понимание. Если раньше те немецкие солдаты, которые оккупировали наш город, уже уходят, ушли, пришли их дети, пришли их внуки, а у них уже другие немножко интересы, другое понимание. Они берут дедовские альбомы, вырывают эти фотографии или целиком альбомы и выставляют на аукционы. И сейчас на таких ведущих аукционах очень много фотографий Второй мировой войны. И там есть и фотографии Мариуполя, попадаются. Вот за этими фотографиями очень внимательно следим. Есть в городе коллекционеры, я рассказал, Артем Винокуров, Алексей Терешков. Также очень-очень хорошие коллекции имеют. Вот, допустим, вот эта фотография, это немецкие солдаты стоят возле нашего ПГТУ. Это оригинал этой фотографии у Алексея. Когда мы собираемся и ищем место, откуда была сделана фотография, то очень часто бывают споры. Нет, не здесь, здесь. И действительно, ну, очень похоже, что здесь. А потом выясняется, что фотографировали не оттуда. И только когда 100% уже гарантия, что это здесь, и все убеждены, появляются новые материалы, только тогда мы выставляем. Используем мы часто открытки старого города, которые музей, спасибо Краеведческому музею, который всегда помогает. Тут специалисты очень хорошие, которые знают и любят свое дело. Вот с музеем мы недавно сделали коллекцию, ну, открыток, набор, называется «Мреупольские метаморфозы». Здесь использованы фотографии музея. Самая старая фотография нашего города, где еще снята Мария Магдаленинская церковь. Ну, приведена в идеальный порядок. Оригинал этой фотографии у Артема Винокурова. Это раньше здесь был углеэкспорт, а после войны уже стало управление портом. Барк-товарищ, который был оставлен в нашем порту, на нем был хорватский штаб, вот он стоит на 13-м причале. Это также коллекции Артема Винокурова. А это старый порт, наш родной. Это фотография 60-х, 70-х годов. 60-х, 50-х даже, 60-е, 70-е. Потому что потом уже, сейчас добавлен еще целый район. В 80-х годах его закончили. И сейчас это целый район. И город, ну, порт сдвинулся немножко на поселок Песчаный. Фотографии захвата города. Это наш город 8 октября 41-го года ворвался сейчас уже по прошествии много лет. Можно, ну, появился интернет, появились знания, о которых раньше мечтать мы не могли. И в город, в наш, ворвалась одно из самых-самых лучших подразделений Германии, Лейпштандарт, СС Адольф Гитлер. Это дивизия личной охраны Гитлера. Это, ну, страшные. Это солдаты высочайшей пробы. Поэтому противостоять такой армаде было очень трудно. Вот они ворвались в наш город. Это мимо водонапорной башни все это руководители этой разведбатальона, который ворвался. Я и фамилии не хочу ворвать, но... Они ворвались... Он потом написал книгу. И в книге детально описал, как они ворвались в наш город, как его удивило и давило, что мало деревьев и сразу высокие большие дома. А на самом деле они шли от... Ну, вот со стороны тысячи мелочей. Подавили своими зенитками батарею, которая их встретила, и пошли дальше. А тогда это было поле. Ничего не было. И сейчас, глядя на... Сейчас мы имеем много фотографий оккупации. И как-то аж неуютно смотреть. Сейчас застроено, красиво. Тогда это чистое поле и очень мало деревьев. Очень мало деревьев. Это сразу такие большие дома. Вот хорошая фотография. Это ликероводочный наш завод. А напротив сейчас ЦУМ. Это 8 октября. Лейпштандарт. Ну, это третий проходной порт. Раньше это был дворец культуры моряков. А сейчас Тормотранс, который заброшен, стоит. На форумах сейчас и на немецких, на американских, на английских. Это сейчас просто. Зайти и найти фотографии нужные. Найти... Если нет, спросить. Может, помогут и чаще помогают. Вот такое у нас увлечение сейчас такое. В этом выпуске представлена небольшая часть работы Александра Бута, посвященная оккупации Мариуполя гитлеровцами. Но есть у него еще другие коллажи. Придет время, и Александр Анатольевич покажет их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова